Я задаюсь вопросом, виноваты ли бедные в том, что они бедные. И ответ такой. Виноваты ли евреи в том, что был Холокост? Виноваты ли кольное население Америки в том, что их истребили? Виноваты ли конголезцы в том, что они были рабами? И бельгийцы уничтожили их 15 миллионов и так далее. Недавно один из богатейших людей планеты Оорен Баффет признался в том, что именно такие люди, как он, виноваты в экономической ситуации в стране. В том, что люди живут бедно. Майкл Мур написал книжку Downsized Days, в которой рассказал о роли корпораций, которые в погоне за сверхприбылью увольняют сотрудников, увольняют рабочих, выбрасывают их на улицу. И, в общем, дальше делай, что хочешь. Я обратил внимание, что есть страны богатые, где людей с так называемым бедным мышлением, как у нас любят говорить некоторые люди, которым тоже промыли мозг и втюхали там что-то, да? Я, якобы, бедный, потому что он бедно мыслит. Ничего подобного. Если взять Советский Союз, например, то там люди работали по 8 часов. Труд был обязательным, принудительным. И все работали так или иначе. И все зарабатывали деньги. А с каждого заработанного рубля они получали, кажется, 3 копейки. 3 копейки получали с заработанного рубля. Проблема не в том, что люди не хотят работать. Потому что, ну, лежать целыми днями это невозможно. Наоборот, у человека есть энергия, у него есть там познавательный энтузиазм. Поначалу, да, посмотрите на детей, как им интересен этот мир. Потом у них просто забивают это все тупые родители. И система ломает их. И они превращаются в то, во что превращаются. С бедным мышлением, да. Вот. Потому что очень трудно, на самом деле, сопротивляться этой среде постоянно. В которой постоянные барьеры, которые тебя ломают. Вместо того, чтобы развивать свои таланты и жить, ну, в какой-то поддерживающей среде. Итак, есть страны, где люди живут довольно-таки хорошо. Ну, Швейцария, Норвегия и так далее, да. А что там? Какой-то особый сорт людей живет. Ничего подобного. Там созданы социальные условия. И созданы они были благодаря тем, может быть, неизвестным людям, которые боролись за права, боролись за равенство, боролись за справедливость. Предлагали социальные идеи. Условия эти были созданы благодаря тем, кто уезжал из страны. Потому что не хотел терпеть те обстоятельства, которые не давали ему жить хорошо. Как было со шведами. И потом, когда там очухались, опомнились о власти, они создали такую систему, при которой люди начали возвращаться в свою страну. Поэтому, когда человека, как говорится, животное держат в клетке своего государства, приковывают его прописками и все прочее, всякими гражданствами, то ничего хорошего из этого и не получается. Как правило, включаются какие-то деструктивные механизмы. Там наркомания, алкоголизм, саботаж и прочее. И просто человек начинает саморазрушаться. Вместо того, чтобы создать для него поддерживающую среду, его просто уничтожают. Конкуренция, она, конечно, хороша. Но здоровая конкуренция. Не такая, как у нас. Когда люди сначала сидят за одной партией, а потом вдруг кто-то более удачливый, выиграв этой конкуренции, начинает там смотреть с высока. Ну, в общем, вместо того, чтобы создавать солидарность между людьми, эмпатию людей, у людей пробуждают эти низменные качества характера, такие как, а-а-а-а, там, агонор, аммм, самомнение высокое, самолюбие, эгоизм. И все это тоже следствие конкурентной борьбы. Потому что, окей, я успешный, а ты нет. И, соответственно, дело в тебе, а не во мне. Так и вот это вот, ну, вот этот тип людей успешных, да, придумали такую поговорку, что если ты такой умный, почему ты такой бедный. Дело не в уме, конечно же. И вот эти люди, которые свою никчемную жизнь потратили на зарабатывание денег, они потом начинают что-то диктовать свои условия какие-то, свои правила. А вот эти бизнесмены, не дай бог, если бизнесмены приходят во власть, они становятся депутатами, там, законодателями и прочее. Это это не лучший вариант для страны. Вот. Поскольку цель бизнесменов это зарабатывание денег, и поэтому они так себя и ведут. Власти должны быть люди философствующие, размышляющие, с государственным мышлением, думающие о целом и действующие локально, конечно, мыслящие глобально, потому что ответственно не только за себя из-за вот этот вот наш пятачок земли, гражданами которого мы являемся, ну и вообще за весь мир. возлюбим ближнего самого, своего, как самого себя, это прекрасная идея. Я продолжил эту мысль, сказал бы, что надо любить и дальних тоже. вот, потому что мы все люди, мы все живем на одной планете, и мы видим, как мир тесен, вообще-то, да, и что события, происходящие в одной стране, которая, как нам кажется, очень далеко, может эхом откликнуться и у нас здесь, под боком. И вот обратите внимание, там теракты, огромное количество беженцев, которые рискуют жизнью, переплывают и едут в Европу, как с ними обращаются и так далее. Вот, и все это, как бы, эти обстоятельства, это такая проверка тоже на вшивость, на состоятельность, а в том числе и правительство, но оно несостоятельно оказывается, инертное, потому что у власти люди, которые, в принципе, не заточены думать, не заточены принимать, искать решения, какие-то такие нестандартные, реагировать, да, это в основном такие примитивные существа, а вот именно эти существа, они создают эти обстоятельства, они и способствуют разделению людей, делению их на богатых и бедных, на успешных и неуспешных, на включенных в жизни социума и исключенных из жизни социума и так далее. Уже то, что есть в стране безработные, уже то, что в стране есть люди бедные, это уже говорит о несостоятельности власти. И для меня очевидно, что этих людей просто надо менять, если как девочек, да, в этом в публичном доме, а не мебель переставлять. надо их менять, чтобы приходили новые люди, которые будут решать проблемы. Вот такое мое мнение. Так что бедным людям я бы пожелал все-таки думать больше, анализировать и объединяться. Объединяться с тем, чтобы защищать свои интересы, защищать свои права. И бедный человек, он, конечно, материальная бедность, это вообще не порог, это вообще не страшно, это все ерунда. Понятно, что деньги их, а наличие это не результат ума большого, хотя в большинстве случаев, хотя в некоторых случаях это конечно люди умом зарабатывают, имея просто гениальные мозги, что-то там изобретают такое, что оказывается нужным всем, меняют ход истории и прочее, прочее. Но таких людей очень мало. А в основном основная масса зарабатывает деньги именно принося в жертву свои никчемные жизни для того, чтобы просто утру тину пахать и там долбить одну тему строительства или там торговли ездить там за джинсами трусами в одну страну привозить их в другую и вот этим заниматься бесконечно и вот благодаря этому богатеть да только и всего и поэтому самая ужасная бедность бедность это духовная бедность духовная нищета вот Иисус Христос с которым я тут не согласен конечно когда он говорил что блаженный нищий духом для меня Иисус это философ прежде всего мыслитель так вот о них в решении блажен это ужасное зрелище грубый человек да бездуховный бессовестный и и как бы не плещущий интеллектом вот поэтому а для развития интеллектов интеллекта препятствий никаких нет действительно есть библиотеки бесплатные есть интернет в том числе бесплатный есть общение тоже бесплатное поэтому вот в том что человек глупый скорее всего виноват он сам вот но его родители которые не развивали ну конечно система отчасти тоже если он в какой-то момент ломается да хотя вот я по себе знаю что я был конечно вовлечен вот в этот процесс зарабатывания денег по сколько я там по 14 часов работал в день в сутки а потом мне это все надоело я почувствовал пустоту опустошение я все бросил и и начал учиться начал развивать интеллект так вот представляете бизнесмены они конечно достигая вот этого экстремума этого уровня ощущение пустоты они этот уровень проходят дальше то есть пустота остается поэтому очень часто бизнесмены это пустые люди очень пустые тупые примитивные люди которых интересуют только деньги и вот у них даже в глазах это есть этот как бы значок банкноты там какой-то доллара вот это в принципе пустые люди поэтому поэтому не нужно здесь особенно переживать итак бедные должны быть умными да кстати говоря очень многие философы были бедными людьми но как бы язык они поворачиваются назвать их там какими-то неудачниками неуспешными людьми или людьми которые там ничего в жизни не достигли да но с точки зрения бизнесменов вот с точки зрения торгашей это конечно это конечно провал да тупик вот жизнь не удалась да но смотрите в Евангелии тоже очень хорошо этот момент этот это противоречие обнаруживается когда Иисус выгоняет из храма торговцев понимаете вот это это и есть модель социального устройства есть торгаши есть торгашеское общество которое построено на вот предпринимательстве сплошном есть модель другая которая предполагает еще и некий духовный поиск некие интеллектуальные усилия некое развитие интеллектуальное самосовершенствование строительство нового общества и так далее вот эти две модели в принципе они конкурируют пока побеждает торгашеская модель и в той стране где я сейчас тоже живу эта модель побеждает но с другой стороны это экономика построенная ну просто на опустошении человеческой души на дегуманизации на эксплуатации такой да вот тотальной она как бы служит и вымиранию страны ее уничтожению потому что люди уезжают они так не хотят жить и есть такая возможность эмигрировать у них вот поэтому а страна пустеет вот и если ничего не предпринять если никакие если эта тенденция продолжится и уже станет просто эм или фикс или вот сценарием жизненным то для всех то значит этого не будет всего выживают общества солидарные выживают общества там здесь взаимопомощь выживают общества в которых идея человечности гуманизма она превалирует да то есть там где человек это главное а не деньги а не прибыль не коммерция вот поэтому мы посмотрим что будет дальше я наблюдаю за этим стоически спокойно по возможности и не предаю себе ни себе ни окружающим меня людям большого значения вот потому что как сказать мы немножко есть просто момент разных ценностей вот и поэтому мне остается просто наблюдать за тем что происходит я конечно какие-то свои идеи выдвигаю что-то советую но пока это все глаз вопиющего пустыня не а не не